Для начала создадим анимацию флага в 3D Studio Max Сделаем поверхность флага с помощью прямоугольника Накинем модификатор Garment Maker Который позволит нам создать неоднородную сеточку Увеличим плотность сетки Чем плотнее будет сетка, тем будет реалистичнее анимация нашего флага Флага достаточно Соответственно времени будет уходить тоже больше Нажимаем Mesh It Конвертируем в Digital Poly Дальше создадим палку для флага Которая будет потом анимироваться Вот наша палочка Сместим пивот вниз Для удовольствия анимации Щит наклоним Сделаем толщину Все, дальше переходим непосредственно к работе с тканью Вешаем модификатор Close Так, наша цель Привязать определенные точки К анимированной палке И просимулировать флаг Для начала прианимируем нашу палочку Каким-то красивым образом Сделаем это через Auto Key Автоматическую расстановку ключей в 3ds Max Напоминаю, что есть два способа анимации Через Auto Key и через Set Key Вручная расстановка ключей с помощью вот этой кнопки Большой Делаем через Auto Key Это быстрее немножко Выделяем Переходим в 30 кадр, допустим И как-то двигаем Объект Сразу Создается ключик анимации То, что нам как раз и надо Идем дальше Создадим новый ключ И еще один ключик Окей Имеем вот такую анимацию Вполне нам подойдет Отмасштабируем ее немножко Чтоб в конце Палка была неподвижна А флаг По инерции двигался дальше Все, теперь цепляем Точки Определенные к поверхности Палки Для этого Заходим в групп Выбираем Точки Нажимаем Make Group Окей Нажимаем кнопочку Node Клацаем по палке В списке смотрим Чтобы обязательно Палка появилась Или объект Которому будут цепляться ваши точки Появился вот тут В поле Возле названия группы Иначе Ничего не получится В принципе все можно симулировать Добавим только Ветерок Для реалистичности Так Готово Поставим силу 5 Сделаем тип Сферический Можно Какой-то легенькой Турбуленции Добавить Окей Дальше Заходим в настройки Нашей ткани Object Properties Поставим Нашему прямоугольнику Тип Close Пресет Допустим Катон у нас будет Нажимаем Окей Дальше Нам надо добавить Ветер В симуляцию Заходим Close Close Force Добавляем Wind Вот этой кнопкой Окей Все добавили Можем смело Нажимать Simulate Ждем Некоторое время Сетка Довольно плотная Симуляция Займет Немножко времени Но Честно говоря Это еще быстро Я ожидал дольше Планировал Чайку попить Но Не получится Будем наблюдать Ждать Вот Довольно Неплохая Такая Симуляция С первого Раза Получается Что бывает Очень редко Правда Посмотрим В конце На нашу Динамику Вот По этой Технологии Вы можете Создавать Очень много Красивых Хороших Симуляций Ткани Не только Флага Но и других Видим Небольшие Взаимопересечения Поверхности Поправить Это можно Нажал На Вот Эту Кнопку Что я Сделал Кстати Забыл Ничего Посимулируем Еще раз Добавим Кнопку Добавим Эту Галочку Вот Видим Какое-то Мясо Это Конечно Нам не надо Ну Окей Допустим Получили Вот Такую Симуляцию Ткани Посмотрим На нее В принципе Неплохо Попробуем Нажать Check Intersections Проверять Взаимопересечения Сбросим Симуляцию И Просимулируем Еще раз Можно Кстати Как-то Поиграться С ветерком Очень Часто Помогает Менять Параметры И в настройках Клоуса И в настройках Ветра Выключим Турбуленцию Попробуем Простимулировать Как можно Проще С нашей Галочкой Check Intersection Симуляция Уже Проходит Немножко Дольше Но Должно Быть Качественнее Итак Получили Такую Красивую Симуляцию Нашего Флага Смотрим Наслаждаемся Показываем Супервайзеру Клиентам Агентству Так Думаю Технология Вам Понятно Сейчас Покажу Еще один Способ Работы С тканью Которые Позволят Допустим Симулировать Шторы Или Другие Объекты Суть Заключается В том Что Сделаем Определенные Точки Неподвижны По сути Прибиты Гвоздями Какой-то Стенке А Вся Ткань Будет Взаимодействовать С Землей Через Гравитацию То есть Падать Вниз Удаляем Нашу Палку Она нам Уже Не Надо Ветер Тоже Удалим Для Скорости Так Создадим Новая Группа Это Удалим Создадим Новая Прибитые К стенке Точки Через Контрол Я Зажав Контрол Вот так Выбираю Новая Добавляю Выделение Допустим Так Создадим Группу Точек И Поставим Им Тип Драг Вот он То есть Тип Точек Неподвижный В принципе Все Можно Нажимать Кнопочку Simulate Это конечно Надо сбросить Старую Симуляция Вот тут Кадры Просчитаны Надо что там стояло Стояло Единичка Или Ноль Так Нажимаем Симулейт И Смотрим Вот что-то Наподобие Штора Получается Технология Пригодится Вам Если Вы Например Работаете С архитектурной Визуализацией Можно Вот так Создавать Шторы Конечно Сейчас Уже Проще О нас Позаботились Создали Очень много Хороших Красивых Штор Фотореалистичных Уже Их Затекстурили Выложили На Определенные Сайты Вы Ищите Найдете Не найдете Пишите Я помогу Вот Получаем Такую Нехитрую Симуляцию Можно Сбросить Технология Понятно Дальше Я вам покажу Как Ткань Может Взаимодействовать С другими Объектами В сцене Допустим Допустим У нас Есть Еще Какой-то Объект Например Торус Торус Наша цель Сделать Такую Динамику В которой Будет Ткань Вести Себа Как Ткань При Попадении На Неподвижный Торус То есть Изгибаться Взаимодействовать С ним Вот Для этого Нам надо Добавить Торус В список Объектов Которые будут Взаимодействовать С тканью Нажимаем Add Object Objects Добавляем Торус И ставим Галочку Collision Objects Ок Тут у нас Стоит Наша Ткань Все Теперь Эти объекты Будут Взаимодействовать При Симуляции Нажимаем Simulate И проверяем Так У нас там Остались Группы Наши Которые Надо было Удалить Удаляем Группы Сбрасываем Симуляцию Нажимаем Simulate Еще раз Видим Ткань Падает Сейчас Она попадет На торус И будет С ним Знедействовать Вот Видим Такую Красивую Симуляцию Пригодится Например В том же ArcViz Когда надо Например Повесить Скатерть На стол Или Сделать Какие-то Паруса На корабль Или Другие Задачи Которые Придумают Воображение Вашего Заказчика Вот и все О чем я хотел Рассказать Вот эти Три технологии Позволят вам Решать Процентов 75 Задач С тканью В 3D Max Остальное Вы найдете В интернете Если вам надо По необходимости Можем создать Полный урок По настройке Ткани В 3D Studio Max Разобрать Более подробно Весь инструментарий Все кнопочки Урок Сделан Для сайта CGSchool.org Меня зовут Олег Учитесь С нами Записывайтесь На наши курсы Покупайте уроки Подписывайтесь На канал Андрея Мы делаем Все Что вы оставались Довольно И погружались В мир Компьютерной графики Все Всем спасибо До скорой встречи Субтитры создавал DimaTorzok